Добрый вечер, господа! У микрофона Юрий Прайнко. На волнах Финам-ФМ начинаем наш большой ежедневно-интерактивный канал «Реальное время». В этом часе с 19 до 20 у нас гости в студии прямого эфира. У нас будут интересные собеседники, интересная тема, которая носит абсолютно прикладной характер. А в следующем часе с 8 до 9, как обычно, будем подводить итоги дня. И я выбрал сегодня четыре темы. Первая. Суд не вернул Ксении Собчак деньги. Ими, по версии следователей, возможно, могут оплатить массовые беспорядки. Ксения Собчак будет, собственно, у нас нашим собеседником в следующем часе. Затем вторая тема, которая взорвала Рунет, но до сих пор нет реакции, СКР. Я имею в виду пост господина Навального. СКР много вопросов, но мало ответов. У нас будет тоже там масса собеседников. Третья тема. Оппозиция вступилась за политзаключенных. Услышит ли власть вот в эти минуты в Новопушкинском сквере? Должен был начаться митинг, на котором люди, которые имеют свое мнение, в том числе по данному вопросу, его выскажут. И нашим собеседником будет Сергей Давидис в следующем часе. Ну и четвертая тема, мы также ее не могли обойти, значит, это Фабио Капелло подписал двухлетний контракт с РФС. Я вас всех поздравляю с новым главным тренером национальной сборной России. Вот с Ильей Казаковым, пресс-аташа сборной России по футболу, поговорим на эту тему в следующем часе. То есть все очень насыщенно и крайне интересно и крайне важно. Я напомню, средства коммуникации, потому как вы можете, собственно, традиционно участвовать в наших разговорах. Это многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. И это наш портал в интернете для ваших писем. Вы можете, значит, их направлять в течение всех двух часов. Ну и, кроме того, кроме того, там идет прямая веб-трансляция. То есть кто смотрит, тот уже видит моих гостей. Реальное время на Финам.ФМ. Итак, можно ли победить коррупцию в здравоохранении? Вот тема нашего часа. И здесь, в московской студии прямого эфира, Давид Амелик-Гусейнов, директор российского представительства компании СЖДИН. СЖДИН Strategic Data. Да, вот так вот, полное название. Да, полное название. На самом деле, добрый вечер, Давид. Добрый. Давид, это безусловно. Вот для меня это очень авторитетный эксперт в области здравоохранения, фармакологии. Я вам не ищу. Юрий, я авансом получаю комментарии. Я действительно так считаю. Спасибо большое. И Иван Ниненко, не менее известный человек, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International Russia. Иван, добрый вечер, рад вас дальше видеть. Ну вот, господа, вы знаете, я когда написал сегодня и в Твиттере, и в LiveJournal у себя блоги о том, что будем обсуждать эту тему, все практически, знаете, все обсуждение свелось к тому, что, ну, невозможно решить проблему в отдельной отрасли, да, в данном случае в здравоохранении, в медицине, если не решать это все институционально, глобально и так далее. Ну, вроде как, правильная постановка, да, но с другой стороны, здоровье, это, по-моему, самое вот, ну, то, что даже ближе, чем рубашка, да. Давид, вот я хочу понять, это проблема нерешаемая. Вот то, что там происходит, я имею в виду не только низовой уровень, да, но и самый верхний уровень. Это такая глыба, о которой можно удариться, и эффекта никакого не будет. Ваш взгляд? — Проблема до конца нерешаемая. В любой системе коррупция неискоренима. И мы посмотрим на примеры развитых стран, цивилизованных стран. В частности, вот я могу говорить про систему здравоохранения. Она есть везде, и в США, и в Европе, и в Японии, везде. Ну, конечно, в определенных пределах. В России, я бы сказал, что эти пределы превратились уже в такую... — В без предел. — Превратили коррупцию в махровую коррупцию, потому что те данные, которые мы собираем с рынка, та информация, которая проходит сегодня через средства массовой информации, говорят нам о том, что ситуация критическая. И вот мне попал в руки официальный отчет, информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения за 2010 год. Отчет называется «Лекарство, двоеточие коррупция в фармацевтической и медицинской отраслях». Так вот, ВОЗ пишет, что в развивающихся странах, включая в Россию, то есть в скобках это берется, да, отмечается утечка закупаемых средств и текущих расходов в размере до 89%. — Теперь по-русски, чтобы было всем понятно. — То есть 89% средств куда-то уходит. Куда? Проследить невозможно. Я с этой цифрой, может быть, 89% не согласен. Я лично не согласен. Считаю, что, ну, все-таки средства доходят до целевых аудиторий, там, до пациентов, до врачей. Но с категориями, двузначными категориями, вот я категорически соглашусь. То есть даже если поделить на два, это цифра запредельная. Это очень много. Сегодня мы видим коррупцию в разных ее плоскостях. Проявляется она в разных плоскостях. Первая плоскость — это бытовая коррупция, когда пациент коррумпирует врача, когда фармацевтическая компания коррумпирует врача, когда вот идет такой бытовой обмен потребностями и возможностями, да. И коррупция более высокая административная. Это когда на уровне организации лечебной или на уровне региона происходят определенные, ну, симбиотические, я бы сказал бы так, отношения между регуляторами и исполнителями. Есть коррупция такая уже федерального масштаба, когда проходят многомиллиардные контракты, и по этим контрактам мы видим, что закупаются товары, закупаются препараты иногда по цене значения, значительно выше, чем они стоят даже в коммерческом рынке. То есть их можно прийти купить в любой аптеке, в любом там медицинском магазине, да, со всеми торговыми надбавками. Розничными надбавками, да, по более приемлемым ценам. Мы мониторим эту ситуацию, мы уже не первый год отслеживаем ситуацию в государственных торгах, и часто становимся свидетелями вот таких вот вопиющих ситуаций. Но я очень удивлен, что тендерные площадки не мониторят тот же самый Минздрав, не мониторят следственные органы, там, прокуратура и та же самая СКР, да. Вот мы очень удивлены этим. Мы очень удивлены этим. Хотя капни, вот буквально там в течение дня, все те тендеры, которые объявляются в системе здравоохранения, я более чем уверен, что там процентов 10 можно спокойно закрывать и перепроводить. То есть небольшие усилия покажут вот всю красоту этой картины. Конечно, да. Это Давид Милик-Гусейнов. Иван, ваш взгляд? Ну, добавить практически нечего, кроме того, что... Кроме того, что волосы дыбом встают от этого всего. Абсолютно верная оценка ситуации. И проблема как раз заключается в том, что нету отмашки, чтобы это контролировать. Более того, если посмотреть на некоторые контракты, ну, то, о чем было сказано про федеральный уровень, то некоторые из этих завышенных средств, они напрямую прописаны в бюджете. Вот это становится страшно. То есть решение принимается на самом высоком уровне, и иногда эти суммы завышенные, ну, с теми же томографами, они закладывались завышенные на уровне вот замминистров, да. И здесь уже говорить о каком-то, ну, там, знаете, что это на местах, кто творует, довольно сложно. Если эта сумма в три раза выше, например, стоимости реально этого оборудования была заложена в бюджете. То есть люди, которые подписывают документы, связанные с государственным бюджетом, они ведь в курсе, да? Сейчас очень модно их называть баджет-холдеры. То есть те, кто держат бюджеты в руках. Те, кто расписывают бюджеты. Вот по-русски оно лучше звучит, знаете. Держат бюджеты? Да, держать бюджет за кое-что, вот так вот, знаете. И видеть там в разы, да. И никто не реагирует. Ну, это текущая политическая ситуация. У нас людей с определенного уровня не трогают, потому что иначе политическая система будет рассыпаться. И, к сожалению, когда вот здесь ваши комментаторы говорили о том, что сложно побороть ее в отдельной отрасли, ну, это так. В принципе, конечно, можно себе представить, что завтра Путин, Медведев, компания принимают решение о том, что в здравоохранении надо бороться. И у нас реально начинаются посадки. Ну, да, недавно, я думаю, что как раз наша с вами передача во многом связана с этой посадкой и решением по делу замминистра МВД, который, ну, все-таки дошел до суда. Это редкий случай, а столь высокопоставленный чиновник оказывается... Это исключение. Да, оказывается, на скамье подсудимых. И вот если такое бы началось, ну, то, во-первых, бы очень много высокопоставленных... Только, говорит Владимир Владимирович, не с кем будет работать? Да, понимаете, в этой системе это практически сейчас невозможно. Слушайте, ну, вот вы с такой легкостью рассказываете, да, а у меня, на самом деле, шоковое состояние. Вот я не стесняюсь его, да, потому что если это так, то дальше я поставлю многоточие, потому что мы находимся в радиоэфире. Более того, мы даже типологизируем виды коррупции сегодня. Это очень легко можно сделать, особенно в системе здравоохранения. Есть, допустим, коррупционное легополе, когда определенная группа лиц вот сформировала некий круг отношений, и в этот круг отношений никого не впускает. Второй тип — это коррупционная иерархия, когда вот с верхушки определенные, там, может быть, региональные, может быть, верхушка — это руководство конкретной больницы, и дальше вот иерархия внизу, вся система, вся цепочка принятия решений, она повязана, скажем так, одной темой, одной технологией. Есть коррупционная кооперация, очень распространенный на сегодняшний день в России тип отношений, когда различные группы из различных отраслей, допустим, медицинская отрасль, там, главный врач, врачи, которые находятся в его подчинении, какой-то поставщик, работающий в рынке, допустим, поставки продуктов, питания. Вот это разные группировки, но они вот живут в таком вот постоянном симбиозе. Называется коррупционная кооперация. То есть мы, вот, может быть, я громко говорю в отношении себя, экспертное сообщество, но, тем не менее, экспертное сообщество даже типы коррупциям придумали, и под каждый тип есть свои инструменты воздействия. Почему? Об этом поговорим, вот это принципиальный момент, более подробно сразу после краткого выпуска новостей. Напомню, здесь у нас в реальном времени Давид Мелик-Гусейнов и Иван Ниненко. Говорим о коррупции в здравоохранении. Письма на финам.фм. Звонки на 65 10 99 6. Не знаю, как вы, но мне тошно становится, да. Если к этому еще присовокупить, как поступают, учатся и заканчивают медицинские вузы в России, то тогда вообще, понимаете, остается вопрос. А здесь есть здравоохранение? Здесь вообще кто-то думает? Или вот главное, знаете, миллиард, триллион, туда-сюда? Как это? Коррумпированная кооперация, да? Кооперация, да. Продолжим после новостей. 19 часов 17 минут. Тема, от которой можно поперхнуться как минимум, а как максимум высказаться трехэтажным или десятиэтажным, нецензурным выражением, да, но мы это не можем себе позволить, потому что мы в эфире на самой уважаемой радиостанции, да. Но мы обсуждаем тему коррупции в здравоохранении, и у нас сегодня в гостях Давид Милегусейнов и Иван Ниненко. Пишите на финам.фм, там идет прямая веб-трансляция, то есть можно слушать и смотреть, или смотреть. Можно звонить на 65 10 99 6, код Москвы 495. Господа, я вот хочу продолжить эту тему, которую сейчас мы обсуждали за эфиром. Почему у них не срабатывает принцип самосохранения? Слушайте, ну пилить можно, да, до определенного момента. Для кого-то мало миллиона, да, берут миллиард. Для кого-то уже и миллиард мало, берут триллион, да. Но почему не срабатывает этот принцип, Давид? Ведь система может тогда вообще пойти в разнос. Потому что стопора нет. И вот здесь, может быть, я покушусь на святое, или покусюсь, как правильно, покушусь. Покушусь. Покушусь, да. На святое, на документ, на Конституцию Российской Федерации. Там есть пресловутая 41-я статья, где гарантирована бесплатная медицинская помощь. Коллеги, мы все выходцы из Советского Союза, да. Мы помним, что если это бесплатно, если это государственное, значит, это ничьё. Значит, это можно прихватизировать. Давид не согласен. Знаете почему? Потому что по классику, по классику господину Марксу, или товарищу Марксу, я уж не знаю, как его правильно, да, государство — это частная собственность бюрократии. Соответственно, если вам государство гарантирует бесплатность той или иной услуги, значит, вы находитесь в зоне ведения вот этой самой бюрократии. Я просто основываюсь на классике. Другими словами сказали. На самом деле, никто не отменит 41-ю статью. Здравоохранение и как образование, и как и другие социальные отрасли останется бесплатным для наших граждан. Но любому действию должна быть цена. И эту цену должен определять не чиновник, сидящий в кабинете, а спрос. И вот то, что мы сегодня видим в системе здравоохранения, 95% — это государственная инфраструктура, которая не контролируется... 95, да? 95% — не контролируется какими-то внешними аудиторами. Частного бизнеса в этой системе — мизер. И теперь посмотрим на вот этот вот 5-процентный сегмент частного бизнеса. Есть ли коррупция сегодня в частной системе здравоохранения? Есть. Ее практически нет. Другой вопрос, что государственная система и частная система, там вот это как сестры-близнецы в плане того, что и там, и в другом сегменте просто выкачивают деньги из пациентов. То есть попадите вы к частнику, он не будет замотивирован на результат вашего лечения, то есть он вас будет по всем кругам ада гонять. Там вот здесь УЗИ сделаете, здесь там томографию, здесь вот эти таблетки примите. То же самое будет происходить в государственной медицине. Вы знаете, Давид, даже прошу прощения, вот вы мне сейчас обрисовали ситуацию, с которой столкнулся в Соединенных Штатах Америки. Там тоже все анализы, надо, не надо. УЗИ вот эти вот, ну, ваши профессионализмы, да? Я реально с этим столкнулся? Там тоже хотят поживиться. Больше, больше, больше. Потому что от этого зависит... Поэтому вот ответ о том, что перевод, допустим, этого всего в частные руки, он решит все проблемы, это, ну, несколько упрощения ситуации. На самом деле, если мы говорим именно про коррупцию, с ней можно бороться и в государственном секторе. Вы абсолютно правы, когда говорили про то, что победить ее невозможно, но ее можно снизить до условно приемлемого уровня. То есть когда мы говорим о том, что коррупция есть в Штатах, да, это так, но там уровень коррупции... Она несколько иная. Хотите рейтинг коррупционных ситуаций в России? Вот для себя такой рейтинг условно ведем. Коррупция в отношении с пациентом. Очень часто распространенная технология предоставления квот на дорогостоящее лечение, когда пациенту срочно нужна какая-то операция дорогостоящая. И вот это является предметом торга. Сегодня на российском рынке есть рынок продажи квотных операций дорогостоящих. На втором месте перепродажа лекарств и различных расходников недополученными льготниками. То есть вот есть льготник, ему положено по государству лекарство. Это лекарство выписывает врач. Далее это лекарство льготник не видит. А это лекарство... По причине? По причине того, что врач, либо картель, который осуществил сговор, перенаправляет этот препарат уже в коммерческий рынок. То есть пошел серый товар, серая товарная масса. Это криминал. Криминал чистой воды. Но такое сплошь и рядом. Такие обращения я практически слышу ежемесячно в адрес общественных организаций, в том числе в свой адрес. На третьем месте это плановые госпитализации пациентов. Нужно пациенту сделать плановую операцию, он приходит и он коррумпирует администрацию этой клиники. И на четвертом месте это вымышленные диагнозы. Тоже очень часто встречается, как вот такая технология коррупционная, когда больному нужно получить, допустим, инвалидность. Берется реальная карта амбулаторного больного, обыкновенного инвалида, переклеивается титульная сторона этой карты, наклеивается другая фамилия, имя, отчество, и с этой карты другой человек получает инвалидность. Ну, для откоса, так сказать, от армии. Откоса от армии, получение льгот различных и так далее. Это сплошь и рядом. А теперь рейтинг коррупционных отношений с индустрией. На первом месте, конечно, это тендеры. Закупки. Закупки, да, госзакупки. Ну, мы об этом еще, наверное, позже поговорим. Во-вторых, это мертвые души в счетах на оплату и приписанные койки. Дело в том, что ЛПУ, организация лечебная, имеется в виду больница, больница или поликлиника, выставляет счет страховой компании за пролеченного пациента. И был пациент, не был пациент, страховая компания проверить не может. То есть очень часто просто приписывают мертвые души. А если вы возьмете официальную статистику по какому-нибудь субъекту федерации, по количеству коек в этом субъекте федерации, и реально пройдетесь по всем больницам, которые в этом регионе имеют место быть, вы увидите, что реальное количество коек в два раза меньше, чем декларируется статистикой. Почему? Потому что финансирование идет у нас сегодня покоечно. Покоечно. То есть приписывается количество коечного фонда для того, чтобы увеличить финансирование. И на третьем месте в рейтинге коррупционных отношений с индустрией, это когда из федеральных или региональных денег бюджетов идут гранты на несуществующие исследования и проекты. Когда компания заявляет о каком-то масштабном исследовании, вот мы запретем лекарства от чего-нибудь, и под это расписываются колоссальные бюджеты, а в итоге не шмогла, как говорится. Одно лекарство не появляется, потому что оно там либо не прошло исследования клинические, либо зарекомендовалось себе не очень хорошо. Я так понимаю, это вот все, что вы сейчас описали, это тайна Хеопса. То есть об этом никто ничего не знает. Ну как же не знает? Никто не догадывается. Можно еще добавить расходы на строительство, я бы сказал, потому что бывает вплоть до того, что на бумагах у нас построен новый корпус, а на практике его обнаружить не удается. Или оборудован новый корпус, а его не удается обнаружить. Подождите, Иван, вот то, о чем говорил Давид, еще можно как-то там вот спрятать. Да ладно, подождите, больше, больше или меньше. А вот если это корпус? Ну если мы с вами особенно возьмем северо-кавказский регион, то там мы можем увидеть очень много интересных ситуаций по тем больницам, которые были построены на бумаге, и по тем больницам, которые обнаружить не удается. То есть их просто нет? Ну нет. А если бумажки берешь, все там? И деньги на это были выделены, и они были построены. Слушайте, ну я, а вот как это все можно объяснить? Я не нахожу, объясню. Это криминал. За это надо садить. Система просто располагает коррупцией. Объясню, почему. Что значит располагает? Две минуты. Значит, смотрите, как у нас сегодня система здравоохранения устроена. Она деконцентрирована. То есть есть три плоскости. Федеральная плоскость, региональная и муниципальная. Нет вертикали управления в системе здравоохранения, как есть, допустим, в силовом ведомстве. То, что воспроизводит сегодня федеральный центр, является не обязательством для региона, а рекомендацией. И контролирующие всевозможные функции тоже от этого хромают. Вторая проблема – это то, что сегодня очень большой процент бюджетных учреждений здравоохранения. То есть вот так называемые государственные инфраструктуры, которые, простите за вульгарное слово, но не парятся в отношении своей финансовой составляющей. Ну, убыточные они, ну и что, да? И третий фактор – это ответственность… То есть покрываются все убытки из госбюджета. Конечно, конечно. Третий фактор – это отсутствие некой ответственности за результат. Это уже коррупция на уровне врача и пациента. Сегодня врач не замотивирован на результат лечения. Сегодня врач не несет никакой ответственности за диагноз и за назначение. Ответственность несет ЛПУ в целом, как организация, да, как больница, да, как поликлиника. Или главный врач. Но сам практикующий врач никакой ответственности, кроме административной, ну там штрафа какого-то, да, не несет. Вот. И, на мой взгляд, это вопиющий факт. Мы только к 16-му году перейдем к тому, что институт врачей будет аккредитовываться поперсонально. То есть каждый врач будет получать индивидуальную лицензию на право проведения своей профессиональной… Говорит, 12-й год еще. Ну еще, да, долго нам придется к этому времени идти, хотя… Может быть, еще и передумают, нет? Ну, может быть, потому что сегодня, к сожалению, вот быстро-то… У нас просто, понимаете, там полгода тому назад для гуманизации Уголовного кодекса там… Клевиту убрали. Да, клевиту убрали, ну вот вернули, полгода прошло. Те же самые, кстати, депутаты, ну во многом, да, те же самые депутаты, которые голосовали за теперь, вновь за, но уже вернув по-другому. Если можно, я бы еще добавил к факторам, о которых мы говорим, такой аспект, что здравоохранение – это все-таки высокоэкспертная отрасль. То есть, когда мы говорим о закупках, ну, например, в сфере, ну, даже дорожного строительства, это все вот видят потом, какая дорога. И про это всем понятно. А все-таки, когда мы говорим о закупках, ну, например, там, тех же самых томографах, теперь, конечно, уже многие стали экспертами, знают, сколько они стоят. Даже президент там показывал в табличках, сколько стоит томограф на рынке, за сколько покупали томографы наши больницы. Но все-таки надо признать, что здравоохранение – это все-таки такая экспертная отрасль, ну, отрасль, требующая высокой экспертизы, и как раз поэтому там легче прикрыться, потому что, ну, у нас здесь есть хороший эксперт, который может сразу сказать, вот это нормальная цена или нет, и проанализировать рынок закупок. И такие эксперты, конечно, есть на рынке. А найдутся те, кто обоснует это все. Да, но, в принципе, те, кто подписывает документы, они это легко скрывают, потому что это не столь широко известные факты. И здесь, конечно, с одной стороны, это легко было бы побороть с созданием, кажется, независимых экспертов, которые могли бы включались бы в тендерные комиссии, которые бы выявляли эти факты, указывали бы на них. Но, с другой стороны, именно сама по себе, просто такая отрасль, как здравоохранение, она, ну, непростая, поэтому как раз в ней коррупция. Вот вы спрашивали, почему здесь? Потому что в ней коррупцию как раз, ну, во многом проще скрыть, чем в каких-то более... Ну, а как скрыть вот то, о чем говорил Давид? Да, если в три раза, да, вы привели пример, в три раза закладывается больше финансовых ресурсов, нежели этот же препарат или, я не знаю, там, томограф или какое-то оборудование, да, можно приобрести на коммерческом рынке, да, и это будет дешевле. То есть, получается, что они не скрывают этого? Ну, проблема, на мой взгляд, в том, что никто из участников рынка не занимается активно вскрытием таких случаев. Все немножечко боятся того, что потом они лишатся всех других контрактов. Если вы здесь, вот, например, частная компания, сообщите о том, что вот здесь вот был тендер, который явно с завышенной ценой, то, с одной стороны, вероятность того, что конкретный чиновник будет наказан, крайне низкая, вы это понимаете, а с другой стороны, то, что вам потом будут ставить препоны во всех остальных тендерах, во всех остальных субъектах федерации, она крайне высока. Поэтому никакой мотивации для заявления у вас нет. Являетесь ли вы участником конкурса с точки зрения поставщика или даже, например, закупщик. Например, я являюсь сотрудником этой больницы. Я знаю о том, что мой начальник тратит деньги вместо того, чтобы платить мне зарплату. Он тратит эти деньги, пилит эти деньги вместе там с коллегами, с друзьями. С кем-то, да. Вместе с друзьями. И я буду бояться просто нашей системе сообщить об этом, потому что вероятность того, что его накажут низкая, а вероятность того, что меня потом лишат работы здесь и во всех других аналогичных больницах высокая. Вообще система заявления и преследования у нас крайне слабая. Для меня было открытие, в позапрошлом году мы проводили исследование. Подождите, вот какое было открытие для господина Амелии Гусейнова сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута. Можно ли победить коррупцию в здравоохранении? Тема сегодняшнего реального времени. Здесь у нас московская студия прямого эфира. Давид Милик Гусейнов и Иван Ниненко. Давид, я вас прервал перед новостями. Вы сказали, вас что-то поразило и удивило. Открытие, да. Открытие. Мы просто изучали финансовую деятельность лечебных организаций. И выяснилось, что средняя рентабельность государственных поликлиник не в Москве, а вот замкадом условно говоря, да, поликлиник и больниц составляет примерно 30%. Средняя скрытая рентабельность. Ее зашивают там в штате, которого не существует. Ее зашивают вот в эти вот излишние койки, которые якобы есть на бумаге, но в реальности их нет. Ее зашивают там в закупку непонятных товаров, препаратов, которые не используются. Либо просто на бумаге. Или в несуществующие издания новых поликлиник. Да, на бумаге проводится. 30% рентабельности. У нас фармацевтический бизнес в России, вот российский фармацевтический бизнес, имеется в виду производители российских таблеток, имеют рентабельность 20%. Вот на продаже своих вот этих вот устаревших дженериковых препаратов. Хороший бизнес, да, ведь. Именно, почему я так говорю? Потому что вашу радиостанцию слушают в основном, ну, люди интеллигентные, деловые бизнесмены. И мы ожидаем, что в ближайшее время, то есть в течение двух-трех лет, в эту отрасль хлынет частный капитал. Почему? Потому что с января месяца следующего года начнет активно действовать 83-й закон, федеральный закон, который определил новые статусы социальной инфраструктуры. Сегодня вот этих статусов три. Казенные организации, бюджетные организации и автономные организации. Вот из этих трех типов наиболее рыночным ориентированным является автономный статус. Организация, больница, получив автономный статус, выходит из-под действия федерального закона 94, который определяет формат проведения аукционов, да, на закупку тех или иных товаров и услуг. И живет такой самостоятельной, индивидуальной жизнью. Ей спускается сверху некий такой транш в виде фиксированного такого тарифа на количество людей, прикрепленных к этой поликлинике. А дальше, как хочешь, поликлиника или больница, выживай сама, зарабатывай самостоятельно деньги. Это будет такая бархатная приватизация, мы ее называем. То есть не приватизация 91-го года, а-ля русский дом селинга, хопер инвеста. Просто частный бизнес придет и начнет вот эти интересные, вкусные, скажем так, субъекты. С 30-ти процентной рентабельностью. Да, мы уже это видим. Причем по Москве, по Санкт-Петербургу частный бизнес приходит и берет по договору концессии те или иные государственные учреждения здравоохранения. С одной стороны, это хорошо, потому что частник более рачительно подходит к калькуляции затрат и хочет заработать. Не будет закупать, конечно, по завышенному цену. Но с другой стороны, мы понимаем, что первые 3-4 года будет период первоначального накопления капитала. Частник пришел, частник вложил и захочет очень быстро этот капитал отбить. Поэтому надо быть очень осторожным с точки зрения контролирующих мероприятий, надзорных мероприятий, чтобы не было у нас ситуации, когда в окошке регистратуры стоит человек, который хочет получить услугу, ну, то же самое, допустим, УЗИ-услугу, да, ему говорят, вы можете платно ее получить прямо сейчас, либо бесплатно получить ее через неделю по талону, потому что у нас живая очередь. Вот эти вещи недопустимы будут. Именно поэтому сегодня федеральный Минздрав озаботился тем, что нужно срочным образом выпустить как можно больше стандартов оказания медицинской помощи. Стандарт обязателен для всех, для всех регионов, для всех врачей. Это обязательный минимум, который нужно исполнить с пациентом, обратившимся по той или иной нозологии, не меньше этого уровня. Но, опять-таки, стандарты принимает федеральный Минздрав, а наполняет финансированием эти стандарты регион. И вот тут возникает, опять-таки, очень большой вопрос. Есть у региона деньги? Стандарты будут полноценно выполняться. Нет у региона денег? Начнется опять стимулирование коррупционных отношений, когда больной, имея желание получить услугу, должен будет как-то мотивировать врача, чтобы эту услугу полноценно получить. С этими стандартами еще есть вечная проблема. Это то, чтобы граждане о них знали. Потому что у нас была админреформа, когда приняли административные регламенты о оказании государственных услуг. И, в общем-то, многие из них очень красивые. Там написано, сколько там, 5 минут, когда чиновник должен принимать у вас бумажку, поисправить себе документы. Очередь должна быть не дольше такого-то. Требовать у вас могут только то-то. Но, к сожалению, о них никто не знает. Чиновники, в общем-то, не любят про них рассказывать. И здесь вот вы абсолютно правы, что стандарт может помочь. Но если гражданин не будет знать стандарты, то он придет, ему также скажут. Ну вот, у вас будет УЗИ через неделю. Хотя по стандарту будет сказано, например, что УЗИ оказывается в течение, например, двух дней. Слушайте, вот так жить нельзя, как сейчас. А реформировать, это слово, которое затаскали и девальвировали в России, тоже приводит к определенным последствиям. Что делать? Вот это извечный вопрос-то. Так нельзя, эдак, боком может выйти. Нужно знать свои права, в первую очередь. Я согласен с коллегой, пациентом. Вот элементарный пример. Смотрите, у нас есть 890-е постановление такое правительство от 1994 года. Вы, например, знаете, что согласно этому постановлению всем детям без исключения до трех лет положены все медикаменты рецептурные и безрецептурные бесплатно. Вы об этом знаете? Нет, я не знаю. Как родитель, да? У меня уже старшие дети. Я думаю, что подавляющее большинство родителей, имеющих детей в этом возрастном периоде, От нуля до трех лет. До трех лет. Все медикаменты обязаны этим детям выписывать бесплатно. Это соответствующее есть постановление. Но что происходит на месте? На месте, когда человек обращается к врачу, врач говорит, а вы знаете, у меня нет рецептурных бланков. Или врач говорит, а вы знаете, у нас эти лекарства выписывает только главный врач. Или еще одно объяснение. Ваше заболевание не входит в перечень. Все лекарства и все перечни. Или еще очень хорошая отмазка звучит. Ну, вот в данном случае родители сами могут позволить себе купить эти медикаменты. То есть это принуждение к тому, чтобы, условно говоря, опять... Чтобы вы достали свой кошелек и выложили деньги. Поэтому знайте свои права. Эти права нужно отстаивать. И если вас в этих правах каким-то образом узурпируют, кричите и трубите во всю Ивановскую, как говорится. Потому что от молчания нас просто будут даже не иметь в виду. А пытаться наш в этом вопросе голос украсть. Вообще картина маслом. То есть я, конечно, предполагал, что в здравоохранении России есть коррупция, есть проблемы. Я вот вам за эфиром рассказал, как впервые я здесь в Москве сходил в муниципальную поликлинику. Нам ничего не было оказано. Вообще. Никакой услуги медицинской. Но я понимаю, что есть здания, куча народу. Они получают деньги. Государство несет затраты. Или субъект в данном случае несет затраты. А услуги нет. А это ваши деньги. Юрий, это ваши деньги. Вы налогоплательщик. Почему вы не требуете к себе? Я требую. Каким образом? Я вам за эфиром расскажу, как я требую. Я требую. Я думаю, что радиослушатель тоже. Но я в шоковом состоянии. Здесь вообще при этом система устроена таким образом, что, например, сотрудники больницы, которые работают, тоже оказываются крайне. То есть есть те, кто участвует в этих коррупции, но значимая часть врачей в итоге тоже получают низкую зарплату. Потому что те деньги, которые выделяются, в итоге уходят куда угодно, только не им. И имеют достаточно ограниченные права. То есть нет никаких систем, например, чтобы сотрудники больницы реально контролировали деньги, выделяемые этой больницей. Чтобы могли участвовать реально в распределении этих средств. Ну, контроле за ними. И установление, например. То есть получается, те, кто стоит на земле, я имею в виду и врачей, и пациентов, да, они крайние. И та, и другая сторона. Да. Самое слабое звено – это пациент. К сожалению, его мнение никто не принимает во внимание. И, может быть, пользуясь вашей программой, обычно все, что здесь происходит, оно сбывается. Вот я очень прошу обратить внимание в первую очередь на пациента. И, наверное, обращаясь к высшим условным власти, ввести в Россию институт омбудсмена по правам пациентов. У нас есть омбудсмен по правам бизнеса, у нас есть омбудсмен по правам ребенка. Но мы вкачиваем такие деньги в эту систему здравоохранения, а пациент у нас самый беззащитный. Он не знает, куда идти. Что-то изменится. Ну а как? Сегодня бюджет здравоохранения больше триллиона рублей. Эти деньги… Триллиона? Триллиона рублей. Хоть это и не так много доли от ВВП, но, тем не менее, расходы растут, а пациент не получает должного эффекта. Не скромничайте, хорошие деньги, не маленькие. Не маленькие. Соглашу. То есть если бы они, я имею в виду, если бы вот этот триллион, да, доходил, что называется, до земли, я думаю, эффект был бы. Мы бы это заметили. А где он застревает? В воздухе или под землей? Не знаю. Наверное, вот то, о чем вы говорили. Как это, кооперация. Мне понравилось это. Коррупционная кооперация, да. И важно, ты где находишься. Важно вот в этот кооператив вступить вовремя. Да, и потом ты, в общем-то, так неплохо… А потом он слишком много знал. Иван, а вот вы все-таки Транспорность Интернашнл, такая одна из самых авторитетных общественных организаций, вот части борьбы с коррупцией, да. Вы пытались как-то донести вот свои сведения, свои анализы до тех, кто во власти у нас там сидит? Или им так по барабану это там? Ну, я скажу так, у нас нету серьезного какого-то взаимодействия с Министерством Здравсоцразвития. Нет, теперь же Министерство Здравоохранения. Разделили, да. Да, Голикова ушла и разделили суперведомство. С Минздравом. У нас есть такие, ну, достаточно интересные, ну, рабочие отношения с рядом Министерством. С этим Министерством у нас не было никогда такой серьезной кооперации, не было от них запросов на какой-то анализ их деятельности. Вы все вместе, они сами знают все. Я думаю, да. Внутри, внутри себя. Что и как там происходит? Нет, здесь стоит сказать, что в целом, конечно, здравоохранение это проблемная отрасль почти во всех странах. То есть наши транспаранты в разных странах с здравоохранением мучаются. И в развивающихся странах, там, в Африке свои проблемы. Как там выделяются деньги на вакцины, оказывается, тоже, в общем, остаются... Есть свои пильщики. Да, 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 да. В разных странах тоже свои проблемы, потому что там как раз чаще ситуации с олигополиями, с очень серьезным влиянием крупных фирм на формирование закупок и на распределение этих денег. То есть проблемы есть везде. С одной стороны, это так. С другой стороны, также есть, в общем-то, механизмы, уже изобретены механизмы этого контроля. То есть создание там и советов общественных при лечебных учреждениях. Знаете, вот можно вас перебить, вот эти вот общественные советы. Мне кажется, если вы хотите похоронить какое-то дело, нужно создать совет или комитет какой-то. Вот в нашей стране вот такая форма, она, как мне кажется, я могу быть неправ, да, но мне кажется, она не работает сегодня так эффективно. Вступая в эти советы, кто вступает в эти советы, во-первых, да, не просто же люди со стороны... Да, и кто вступает в эти советы? Ну, те же самые, кто и процессы в здравоохранении устраивает, то те же самые люди. То есть у нас нет таких вот независимых, скажем так, структур, экспертов, которые бы в эти советы входили бы. Ну, это как раз и проблема, что у нас вообще отсутствуют практически сейчас в стране какие-либо независимые эксперты. У нас в итоге сейчас все разделено... Не обобщайте. Нет, но... Есть отдельные случаи. Нет, вот как раз к вам вопрос, почему вам не войти в эти советы? Не приглашают никто. Вот, и здесь как раз по принципу формирования советов, которые у нас зачастую, большинство советов вообще формируется из отставных, например, сотрудников этих же ведомств. Что, в общем-то, лишает смысла этого совета, потому что он становится не независимым, а напрямую зависимым. Да, сейчас он не подчиняется, но он всю свою жизнь работал в этом министерстве и подчиняется. Они, конечно, говорят, что это эксперт, потому что он работал. Но на практике это значит, что он лоялен этой системе и не будет никого прямым образом открывать никаких схем. Но получается, что единственный способ противодействия — это знание и защита своих прав. С одной стороны, знание и защита своих прав. А если государство хочет на государственном уровне влиять как-то, то нужно открывать двери частному капиталу в эту систему. Многое уже сделано. Надо сказать, что, допустим, медицинские организации частные освободили от налога на прибыль. И это большое подспорье для участника. Вот этот статус автономных организаций. Сегодня 15% бывших государственных поликлиник больниц приобрели статус автономных. И постепенно-постепенно переходят в шаг вперед. Частные руки, да, в управление. Здравоохранение во всем мире, ну, в развитых странах, это услуга частного бизнеса, которое она оказывает государству. То есть сами клиники частные в основном, да, финансирование идет либо из страховой компании, либо из национальных бюджетов. И тем самым возникает некие рыночные отношения. Когда я начинаю выступать с таким рыночным тезисом перед врачами и говорю, что здравоохранение должно быть инвестиционным, что должны быть рыночные принципы, у меня начинают шикать, говорят, какие же здесь могут быть инвестиции, это же социальная отрасль, это же культура, это же искусство врачевания. Ну, мы живем сегодня... Это так же, знаете, Давид, мне это напоминает ситуацию, тут позавчера, по-моему, премьер Медведев предложил приватизировать землю, я это обсуждал в итоге дня. Боже мой, что я это наслушался, это народное хозяйство, это наше достояние, мы хозяева. Кто хозяева? Чиновники хозяева. Ну, вот еще на ментальном уровне это очень большая проблема. Краткий выпуск новостей, ваши звонки после на 65 10 99 и 6, ваши письма на финам.фм. 19 часов 49 минут в российской столице, реальное время, здесь Давид Мелик, Гусейнов и Иван Линенко. Говорим о коррупции здравоохранения, ваши письма на финам.фм, там идет прямая веб-трансляция, и ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Александр пишет, как в России, на ваш взгляд, обстоят дела с частной практикой врачей? Не очень хочется ходить в муниципальные поликлиники по причине безразличия врачей, низкого качества услуг. Я готов платить за лечение, но ведь в муниципальной клинике это получается взятка. Частная практика врачей, как таковая, сегодня в России не развита, кроме стоматологии и гинекологии. Это отдельный вопрос. В этом сегменте, да, есть очень много частного предложения. Я буквально два дня назад был в очень интересном месте в центре Москвы, не буду говорить, что за клиника, чтобы мне делать ей рекламу. Но я был удивлен, приятно удивлен тем, что увидел громадное здание, суперсовременное. Прямо центр Москвы, Тверская. Стоит суперсовременное оборудование, томографы, радиоаппаратура, которая облучает онкобольных. То есть вот такая серьезная аппаратура, которая сегодня... Упакована. Упакована. И это частная клиника. Одна из первых, одна из самых успешных. Да, лечиться в ней дорого. Там один прием терапевта стоит 2000 рублей. Но тем не менее, ты попадаешь в эту клинику, ты понимаешь, что за тобой идут твои деньги. И они понимают, все, кто тебя обслуживает. И обслуживают по высшему разряду. Конечно, я не могу себе позволить лечиться в этой клинике, да. Но тем не менее, людям, у которых есть деньги, почему нет? В России есть такие клиники. Дарит, ну согласитесь, с другой стороны, у того, у кого есть деньги, они могут и отбыть за пределы Российской Федерации. Проблема, да, в этом-то и проблема, потому что у нас сегодня есть предложение. Просто мы не доверяем российскому предложению. Повторяю, если бы у меня была возможность, не дай бог, конечно, такая возможность будет в плане здоровья, да. Но я бы обратил внимание на интересные проекты, которые сегодня предлагает частный бизнес. И в Москве, и в других городах такие проекты имеют место быть. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван, я врач. Знаете, мне, вот почему мне не нравится идея превращения медицины у нас в рыночную услугу? В общем-то, медицина, как бы, она еще рыночной услугой не стала. А пропаганда о том, что это, собственно, то есть вы, как бы, такой же потребитель, да, что вы потребляете медицинскую услугу, она, как бы, эта пропаганда, она уже вовсе ведется. И я все чаще сталкиваюсь, как бы, к отношению к врачам, к каким-нибудь продавцам в Евросети, понимаете, да. А все-таки у врача должен быть авторитет перед пациентом. И причем, как бы, если продавцы в Евросети клиент действительно платят, то, на самом деле, врачу у нас он, все-таки, пациент не платит. Да, спасибо, Иван. А что вы имеете в виду, интересно просто, слушатели, что он имел в виду, как не платят? Потому что платят косвенно, ну, зарплату-то откуда-то получают наши слушатели. Получает он ее, скорее всего, я предположу, что он работает в государственной клинике, получает из бюджета, значит, что зарплата платится из налогов. Ну да, пациент уже заплатил через налоги, который пришел в поликлинику. Да, поэтому все-таки вот этот тейс о том, что не платят не так. Про авторитет можно согласиться, но это не связано с получением, ну, в смысле, является это получением услуги или нет, потому что любое получение, например, если я заказываю эксперту какую-то эксперту работу, у него тоже будет, ну, должен быть какой-то авторитет, я должен ему как-то доверять. И здесь не надо говорить о том, что это продавец как Евросети. Ну, продавцы и коммерческие отношения тоже бывают разные. И вот отношение серьезное к врачу, оно должно строиться, ну, оно должно быть, оно должно строиться также и на поведение врача. А я на самом деле считаю, вот эту патетику надо убирать. Да, обзовите меня рыночным фундаменталистом, да. Услуга имеет цену вопроса. Все. Мне не важно, кто будет оплачивать ее. Пациент ли, государство ли, фонды ли, страховщики ли, качество должно быть гарантировано. Это здоровье. Когда мы начинаем патетически рассуждать авторитет врачей, это все относительные понятия. Мне коллеги, кстати, да, говорят, в мировой практике здравоохранения, медицины, обновления идут такими семимильными шагами, что они просто не успевают, да. Это, кстати, вот мои очень близкие знакомые, израильские врачи. Я сразу скажу, в Израиле сейчас куча проблем, они там тоже сейчас натворили много чего неправильного, да. Потому что сами израильтяне говорят, качество снижается. И по вине кого? Чиновников. Они опять влезли там своим вот этим носом. И то же самое сейчас мы будем наблюдать в Соединенных Штатах. Вот этот левак, который собрался сейчас на второй срок, он, я думаю, он может выиграть эти выборы. Но именно он будет нести персональную ответственность перед историей за развал американского здравоохранения. Ну, я соглашусь вот с Иваном, который звонил, Иван, по-моему, зовут, да, коллегу, что слово «услуга» в здравоохранении не совсем применительно, потому что, ну, вот там сфера услуг, это рестораны, это там парикмахерские, но когда речь идет о здоровье, ну, не совсем это услуга, это работа, это, ну, вот говорят еще искусство. Вот с искусством я поспорю, да, потому что много технологий уже масштабированы, тиражируются, да, эти технологии. Но все-таки услуга не вполне подходит под описание того, что делает врач. И здесь я с Иваном соглашусь, что мы немножко девальвируем этим словом вообще профессию врача. Есть разные вещи. Это у нас говорит советское прошлое. Есть разные вещи. Это мне говорит профессиональное образование. Провести вам операцию, это можно воспринять как услугу, но, например, врач, ну, должен быть заинтересован также в профилакте. То есть вы к нему приходите, он вам может объяснить, что сделать для того, чтобы вы не заболели. Если смотреть с точки зрения коммерции, то можно представить, что врача вообще, если смотреть чисто с точки зрения коммерции, будет заинтересованность довести вас до того, чтобы вы пришли к нему за операцией и оплатили ее. Да, о чем мы так боимся, что вообще здравоохранение и здоровье, это дорого, это дорого, и кто-то должен платить, да, это услуга, я здесь с Давидом буду спорить до последнего, да, я не вижу большой разницы, то есть это может звучить цинично, да, но это услуга. Вот та клиника, которую вы привелили, или те клиники, которые я видел за пределами России, они созданы на огромные финансовые ресурсы, и извините, они работают, они оказывают качественные услуги, но дальше мы можем заплутать среди страховщиков и их интересов, среди фармкомпаний, и пошло-поехало, но с чего-то же надо начать, ну так вот, как сейчас, ну невозможно дальше так жить. При всем моем уважении, безусловно, к персоналу медицинскому. Сейчас слово услуга очень часто заменяется в официальных документах, в документах в словосочетании пролеченный случай, вот мне кажется, что это более корректно, да, мотивация на результат, в данном случае имеет место. Хорошо, идем дальше, не будем останавливаться на этом, потому что этому можно посвятить целую программу, да, и каждый останется при своем мнении. 651099,6 финам.фм, наше средство связи. Ну тут Алексей из Вологодской области пишет, что в интернете давно стало популярным высказывание, страна у нас хорошая, государство у нас, я поставлю многоточие, не хочу это цитировать в эфире. Добрый вечер, вас как зовут? Алло, добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Олег. Мое мнение, я вообще сам к медицине имею отношение, но я считаю, что нужно усиливать ответственность врача деньгами и дипломом, зарплатой, вот, и рабочим местом. И только это, я думаю, выведет медицину на нормальные рельсы и заинтересовать врачей в здельщине, а хорошие высокие оклады приличные. И тогда частная сравняется с обычной медициной. Если врач не знает, ему хоть миллион заплати. Если нет диагностической нормальной аппаратуры, он может все равно ошибиться в постановке диагноза. А если даже он грамотный, он чисто опросом анамнеза поставит диагноз. Спасибо. Вот сейчас мои гости прокомментируют. Единственное, вот, посмотрите, вот в нас прошлое говорит. Есть обычная медицина, есть частная медицина. Вот теперь мне объясните, чем частная отличается от обычной. Ну, слушайте, давайте получать синергию, давайте это все сращивать, все. Вот как это, не коррупционный кооператив создавать, а называть вещи своими именами. Врачебная ответственность. Согласен, что врачебная ответственность сегодня, ее практически нет. И мы должны это культивировать, должен врач отвечать за тот диагноз, за то назначение, которое он осуществляет. Вот, и в ближайшее время будут созданы саморегулируемые организации. Одна уже создана, он активно пиарится в средствах массовой информации. Вот, будут созданы эти вот саморегулируемые организации, которые будут аккредитовывать врачей и давать им право проведения профессиональной деятельности. Кроме того, они будут отзывать персональные лицензии в случае, если свершился, мне сейчас очень нравится, как смягчают словосочетание врачебная ошибка, заменяют его на врачебный дефект. Вот, если случился врачебный дефект... По-моему, это еще более цинично звучит. То вот саморегулируемые организации будут отзывать аккредитацию у практикующих врачей. Ну, дай бог, если действительно что-то затворит. Когда мы говорим о персональной ответственности, здесь также вот немножко смещу тему на тендеры. Очень важно, что в принципе в поступающей у нас системе контрактной, в федеральной контрактной системе предполагается персональная ответственность организатора тендера. То есть там будет конкретный человек, который будет отвечать, если тендер организован с коррупционными составляющими, по завышенной цене. Это тоже очень важно. А кто его будет контролировать? Ну, будем надеяться, что иногда это будет получаться. Просто сейчас, даже если мы выявляем тендер, даже если находится... Даже если он однозначно коррумпирован, сейчас можно только за мошенничество судить, как это было. Но нельзя судить вот за сам факт того, что вы тендер организовали коррупционно. Это не является... А теперь есть возможность. Ну, нет персональной ответственности. В федеральной контрактной системе будет персональная ответственность организатора тендера за... Ну, прокюрмент офицер из Америки берется этот термин, тоже офицер по закупкам, который будет персонально отвечать за эту закупку сейчас. Так получается, что подписывает один чиновник, составляет документацию другой чиновник, размещает третий чиновник, и в итоге никто из них... И вот он славный кооперативный. Ну, нужно ввести такую же симметричную ответственность и бизнеса, который обслуживает государственного закупщика, потому что сегодня бизнес освобожден от подобного карающего ока закона. Поэтому, мне кажется, я хоть и представитель бизнеса на этой площадке, но я считаю, что бизнес тоже был ответственен за вот это создание коррупционно-емкой системы. Необходимая система сдержек и противовесов. То, на чем западные страны и держатся. Они не лучше и не хуже нас. Там тоже есть люди, которые хотели бы чего-нибудь... Если бы у них были возможности, такие как у нас... Но вот этот маятник, который может тебе по башке сразу прилететь, он позволяет нивелировать эту ситуацию. Господа, спасибо вам огромное. Давид Милигусейнов, Иван Ниненко. Реальное время. Финал. ФМ. После новостей. Итоги дня.